Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение». Ольга Бучкова с вами, с особым мнением Сергея Парховенко. У нас так сегодня получилось, что вот у нас такой сегодня дополнительный выпуск, дополнительный Парховенко, привет. Не, ну почему такой уж особенно дополнительный? Просто мы подвинули обычный разговор с трех часов на вечер, а так, какой не дополнительный, я уже привык к среде. Здрасте всех, всех очень рад видеть, и тебя рад видеть, Оля, в особенности. Да, взаимно. Давай мы начнем с нового витка, новой серии в сериале про Китай, Тайвань и Соединенные Штаты. Снова поднялась эта тема, снова начали политики обмениваться очень громкими заявлениями. Теперь госсекретарь США Блинкен всячески предостерегал Китай от резких действий. Китай до этого предостерегал Соединенные Штаты от разного рода вмешательств. Насколько эта история действительно может оказаться потенциально военно опасной, на твой взгляд? Я, конечно, совсем никакой не специалист по этой части, по китайско-тайваньским отношениям или по американо-тайваньским отношениям, или по американо-китайским. Это все очень сложный, хитрый клубок, в некоторых случаях похитрее, чем в Европе, похитрее, чем там взаимоотношения с участием в России. Но у меня такое впечатление, как у стороннего наблюдателя, впрочем, довольно внимательного, который как-то в последние дни много читал про это, про все, что это некоторый, так сказать, общий страх. Ну, действительно, человечество в последнее время очень натерпелось. Натерпелось сначала эпидемии, потом в общем совершенно неожиданной войны в Европе, которую, ну да, оно там назревало, назревало, напрягалось, напрягалось, на что повернется вот так, что будет прямо полномасштабная война с уничтожением городов, там, с тысячами погибших, с миллионами беженцев и с вопросом о том, будет или не будет весь остальной мир втянут в эту войну, как в новую мировую. Это все-таки довольно большая неожиданность. И, ну, возникло, да еще плюс, скажем, всякие прогнозы по поводу катастрофического продовольственного кризиса. Ну, и вот возникло такое ощущение, что это все несчастья сразу. Сейчас вот еще и война Китая с Тайванем, в которую тоже кто-нибудь обязательно втянется. А еще буквально на днях прошла история про то, что, кажется, китайский большой телескоп обнаружил следы инопланетян, и как-то, как кто-то пошутил, а на самом деле миллионы людей, по-моему, пошутили в эти дни. Ну, знаете, ребята, вы как-то совсем не вовремя по этому поводу. Ну, и еще много разного другого. Дмитрий Рогозин, Дмитрий Рогозин очень увлекся тут же этой темой. Ну, да, да. Но вот общее ощущение того, что как-то все беды, все несчастья повалились в одну кучу, это у нас с вами есть представление о том, что в августе обязательно должно происходить что-то чудовищное. Ну, август еще не наступил, а уже вот оно. А еще я замечу, между прочим, что есть еще одна история для Европы, чрезвычайно, между прочим, важная, это то, что опять чрезвычайно напряглись отношения между Грецией и Турцией, которые много-много десятилетий терпеть друг друга не могут. И, собственно, у них там столетие 1922 года, когда произошла большая война греко-турецкая, и Эрдоган со страшной силой пугает. Что-то такое выкрикивает. А некоторые греки пугаются. А некоторые греки говорят, да ладно, что такого мы сто лет это уже слышим. У них там конфликт по поводу всяких маленьких островков в Игейском море и так далее. Там прямо какая-то активность началась на границе. Повалилась, да. Что-то там окапывается. Там окапывается, там какие-то большие учения происходят, там вторгаются в чужие воды и воздухи, то в одну сторону, то в другую сторону, самолеты и пароходы. Там черт знает, что происходит. В общем, не будем как-то еще и на это отвлекаться. Скажем только, что очень много всякого накопилось. И вот пошли большие разговоры про то, что какой-то новый оборот может принять вот вся вот эта ситуация вокруг Тайваня, которая, между прочим, существует в таком относительно стабильном состоянии чрезвычайно давно. Вообще тайваньская эпопея началась там в 45-50 году, когда в результате всякой внутренней политической борьбы в Китае вот образовался вот этот вот второй Китай. Дальше он постепенно терял свою легитимность. Дальше там кто-то успел этот второй Китай признать дипломатически, а потом постепенно от этого отказывался. Большой Китай это все перехватывал. Важный этап наступил, если я правильно помню, в 79 году, когда от дипломатических отношений с Тайваем отказались Соединенные Штаты, но вместо этого приняли закон о взаимоотношениях с Тайванем. И в результате образовалась очень странная ситуация, такой многодесятилетний статус-кво. Вот оставим все как есть. Когда ситуация, на внешний взгляд, выглядит довольно уродливо, ну, например, потому что с Тайванем формально почти никто не поддерживает дипломатических отношений, но в действительности почти у всех эти дипломатические отношения есть. Просто они оформлены каким-нибудь удивительным способом. Вместо посольства у одних стран какая-то торговая палата, которая выполняет по существу функции посольства, а в другом случае какой-нибудь культурный центр, который выполняет эти обязанности. А вот у Соединенных Штатов, например, есть Тайваньский институт, который считается вообще некоммерческой научной организацией, которая располагается там на Тайване, и по существу является посольством. В общем, всякое защищается как может. В результате сложилась вот такая ситуация, когда есть вот это государство, которое несомненно есть, которое несомненно функционирует. Несомненно функционирует очень успешно, экономически очень успешно развивается, технологически чрезвычайно успешно развивается, достаточно обладает серьезным потенциалом самозащиты. С другой стороны, Китай непрерывно его дразнит. Китай внимательно следит за тем, чтобы никто никогда, не дай бог, не сказал, что он считает, что эти два Китая равноправны, и что вообще второй Китай имеет право на существование. Не дай бог, никто никогда не заключил с ними дипломатических отношений. Не дай бог, никто не произнес такую фразу, которая позволяет думать, что у кого-то есть дипломатические отношения с Тайванем. В общем, они очень за этим следят, очень нервно и болезненно на это реагируют. И время от времени устраивают демарши. Демарши заключаются в том, что они там влетают в территориальную зону Тайваня, или вплывают военными кораблями в территориальные воды Тайваня. Происходит обмен угрожающими заявлениями и всякое такое прочее. И вот тогда, когда началась война, началась агрессия России в Украину, против Украины, тогда пошли эти первые разговоры. А не захочет ли Китай воспользоваться моментом? Воспользоваться моментом, когда все отвлеклись на европейские, на эти российско-украинские ужасные события. Все заняты этим, все ресурсы туда отправлены, все наблюдатели за тем наблюдают, все армии как-то напряглись по поводу войны в Европе, а эти там тем временем тихонько решат эту свою проблему. Соединенные Штаты на это отвечали, что они ни за что этого не допустят, и что они будут Тайвань всячески оберегать, и ни в коем случае не позволят никакой агрессии. Китай на это отвечал, что мы будем сражаться за Тайвань до последнего человека, и это наша территория, и мы никому не позволим, и так далее, и так далее. В результате складывается такое впечатление, что в общем это некоторая система демонстрации. И в общем ни одна сторона не заинтересована в том, чтобы превратить это в реальный конфликт, даже при том, что, казалось бы, для Китая это какой-то относительно благоприятный момент, когда вот как-то все отвлеклись и увлеклись чем-то другим. Но в конечном счете этот статус-кво их гораздо больше устраивает, чем что бы то ни было другое. Хотя, несомненно, мир уже посмотрел на ситуацию, в которой тоталитарный режим выделывает вдруг нечто, что ему, как все считали, радикально вредно и радикально не нужно. Тем не менее это происходит против всего. Там же плюс еще история с этими полупроводниками, которые выглядят аналогом этого зерна, с которым сейчас никто не знает, что делать. Китая – это один из крупнейших мировых центров производства полупроводников, делает их довольно высокого качества и в довольно больших количествах. Замены ему по этой части нет. Ну вот так сложилось, так сказать, международное разделение труда. Огромное количество полупроводников, существующих в мире и лежащих в основе всяких электронных устройств, компьютеров, больших, маленьких, военных, бытовых, ноутбуков, телефонов, часов, где только не присутствуют эти полупроводники. Абсолютно везде, да, понятно. От стиральной машины до ракеты, грубо говоря. Довольно много их именно тайваньского происхождения. И в этом смысле Тайвань очень важный участник международной системы разделения труда. И именно поэтому все как-то очень заинтересованы в том, чтобы там все-таки не происходило ничего чудовищного. Потому что на что заменить эти полупроводники тайваньского производства не очень понятно. И их, несомненно, быстро не заменишь. И это как-то покруче будет любых нефтегазовых или там зерновых, или еще каких-то монопольных проблем, которые часто связывают с Россией. В общем, короче говоря, мне представляется, что, в общем, это напряжение такое скорее психологического характера. И скорее за ним нет реальной опасности. Стороны в очередной раз, которые уже в стутысячный раз обменялись взаимными предупреждениями, иногда переходящими во взаимные угрозы, а иногда во взаимные оскорбления. Туда еще накладывается история с тем, что в Китае должен произойти чрезвычайно важный очередной, так сказать, этап их партийного строительства, очередной их съезд. Они по-прежнему, как вы знаете, живут от съезда до съезда. У них там формируется верхушка власти. Но она сменяемая. Она сменяемая, но их главноначальный, господин Си, он, в общем, как-то не очень намерен сменяться, а демонстрирует как-то способность зацепиться за власть, как некоторые. И для него это наступает вот сейчас именно чрезвычайно важный момент. И не очень понятно, нужно ли ему в этих обстоятельствах сейчас затевать войну за Тайвань. Скорее всего, не нужно. Но мы только что видели одного сумасшедшего диктатора, которому тоже ничего это было не нужно. И мы много раз в разных ситуациях говорили, что ему это не нужно. Ему отравлять Скрипалей в Англии не нужно. Ему отравлять Навального не нужно. Ну, понятно, да. Доводить войну в Украине не нужно. Ничего ему не нужно. Все ему невыгодно. Тем не менее, он все это устроил. Вот поэтому мир как-то довольно нервно на это на все реагирует. Да, тут есть еще что-то. Что-то пошли какие-то плохие порядки в последнее время. Да, вот про порядки в последнее время есть еще несколько у меня к тебе вопросов. И тем для комментариев мы сейчас сделаем небольшую паузу и напомним нашим зрителям, что есть интересного и хорошего на канале «Живой гвоздь». И затем продолжим разговор с Сергеем Парховенком. Субтитры подогнал «Симон»! Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп-дилетант-медиа». Мы продолжаем программу «Особое мнение» Сергея Парховенко, Ольга Бычкова. Вот продолжая обсуждение того, что... Вернее, в продолжении темы Тайваня, все-таки мы не можем отрицать, что ситуация с Украиной, она действительно разбередила самые разные раны, конфликты и вот такие горячие точки. Ты их перечислял. Добавим сюда еще, между прочим, Армению и Азербайджан. Добавим сюда еще... Которая не затухает уж. Которая, в общем, и не затухает, да. Добавим сюда и Ближний Восток, и много чего. То есть такое впечатление, что вот эта вот украинская история, она прямо... Хотят этого политики, не хотят этого политики. Она запускает все равно какие-то очень опасные механизмы в самых неожиданных местах. Ну, то есть я к тому, что... Я к тому, что ты говоришь... В Тайване ничего ужасного может не получиться. Да, заставляет относиться к этому острее, болезненнее, истеричнее в некоторых случаях. Какие-то вещи, которые, в общем, так прошли бы, как какая-то рутина, ну, вот, собственно, вроде Тайвань. Они начинают осознаваться сейчас как что-то такое совсем новое, острое, страшно болезненное и так далее. Ну, то есть я бы не сказала, что прямо все зависит только от политиков, которые не захотят, например, лишать мир полупроводников или вообще устраивать еще одну войну. То есть это может произойти... То есть это опасно в любом случае. Ну, несомненно, это, что называется, узел международной напряженности, который существует уже там более или менее 80 лет. И ничего хорошего в том, что он существует, нет. И удивительно, что посреди всей этой напряженности Тайвань все-таки вырос в такое мощное экономическое создание в одного из азиатских драконов и сумел создать для себя индустрию, с помощью которой он, в общем, влияет на мир и ставит почти весь мир в зависимости от своего благополучия. Это некоторое чудо, но тем не менее мы с ним имеем дело. Но я бы, ты знаешь, переместился обратно все-таки в Украину или в события вокруг Украины, потому что действительно, ну, если посмотреть, например, на те вопросы и на те темы, которые присылают слушатели, тогда, когда я обращаюсь незадолго до очередного эфира с просьбой эти вопросы и темы нам присылать, там, конечно, громадное количество всяких сомнений относительно того, как Европа и Соединенные Штаты, как, в общем, западные союзники Украины поддержат или не поддержат ее, бросят ее одну на растерзание путинскому тоталитарному режиму или нет, снабдят оружием или не снабдят. Действительно, происходит довольно такая тревожная в этой ситуации эволюция. И я говорил несколько раз в последнее время, как-то старался занимать какую-то мягкую, такую понимательную позицию, говоря о том, что, скажем, и у германского канцлера, и у французского президента у них есть много своих, так сказать, внутренних политических проблем. Они выбраны руководителями своих стран. Их основная задача – отстаивать интересы своих избирателей и интересы своих экономик. И, в общем, их можно понять, что они, так сказать, не бросаются на амбразору, не раздирают на себе майку и так далее. Но, конечно, это внешне начинает выглядеть довольно мрачно. Я как-то посмотрел записи, скажем, вот событий последних двух суток, когда президент Макрон посетил довольно большую базу натовских войск, в Румынии, собственно, как-то у порога этой вот зоны событий. Там произнес речи разнообразные. Они, конечно, звучат довольно двусмысленно, между нами говоря. Они звучат… Ну, вот мне как-то все время казалось, что, ну, окей, хорошо, Макрон занимает мягкую позицию, Макрон выдвигает какие-то предложения. Эти предложения отвергаются. Они интерпретируются, надо сказать, довольно злобно в отношении Макрона, что вот он соглашатель, вот он собирается торговать украинской территорией, вот он предлагал Зеленскому уступить куски Украины для того, чтобы там спасти лицо Путину и так далее. Я лично конкретно в этом не вижу ничего особенно плохого. Ну да, он предлагал разные варианты как-то выхода из этого конфликта на обсуждение. Они обсуждали и отказывались от идей Макрона. Но здесь… Не, ну, с Макроном понятно, потому что кто-то должен все равно быть каналом связи. И кто-то должен делать… Да, несомненно. Кто-то должен делать эту черную работу, но вот это оказался Макрон. Мог быть кто-то другой. Он взял на себя эту обязанность. И надо сказать, что он себя продемонстрировал на протяжении последних нескольких лет, скажем, на протяжении истории с эпидемией человеком в политическом смысле довольно отважным, когда он шел на какие-то очень непопулярные вещи и, так сказать, жертвовал своей поддержкой, и жертвовал своим рейтингом, и жертвовал своими процентами ради того, чтобы сделать что-то, что ему представляется важным. Он в какой-то мере в этом же направлении действует и здесь. Но вот эти вот речи его в Румынии, они, конечно, выглядят соглашательски, между нами говоря, хотя бы потому, что там наметился явный дисбаланс, явный такой перекос какой-то, асимметрия в отношении того, что он говорит о украинском руководстве и что он говорит о российском диктатах. И он все время говорит, что вот после того, говорит он, как мы окажем всю возможную поддержку Украине, и после того, как, ну, в общем, он там так или иначе, говорит, после того, как Украина решит свои военные проблемы и выиграет эту войну, вот примерно так это можно интерпретировать, но это так не произносит. После этого, говорит он, президент Зеленский должен будет вести переговоры, а мы будем стоять вокруг этого стола. Все было бы хорошо в этой фразе, если бы она была асимметричной, если бы он сказал, что президент Зеленский должен вести переговоры и Путин должен вести переговоры. Но почему-то этой второй половины он не произносит. Это, надо сказать, производит довольно неприятное впечатление. Возникает сразу ощущение, что вот Зеленского собираются к чему-то принуждать, собираются как-то за уши куда-то тащить и где-то усаживать. А второго никто не собирается принуждать, тащить и усаживать. Ничего такого вроде как не происходит. А почему? Может быть, потому что они его боятся, может быть, потому что они не верят, что это, в принципе, возможно. Вот. Так что, ну, может быть, это какие-то сами собой разумеющиеся вещи и какая-то, ну, как бы такая риторика, которой не стоит присматриваться вот так вот в лупу, но, знаете, когда идет война, начинаешь присматриваться в лупу. И начинаешь ловить каждое отдельное слово и спрашивать, а, собственно, почему это вот так сформулировано? Сформулировано это с некоторым перекосом. Это совершенно очевидно. И, в общем, ясно, что сегодня вырисовываются две державы, которые довольно интенсивно действуют в поддержку Украины. Это, прежде всего, Соединенные Штаты и Великобритания. И две из крупных, так сказать, значимых, определяющих в политическом смысле стран. Две страны, Франция и Германия, которые придерживаются более мягкой, более осторожной позиции, не торопятся передавать большие объемы вооружения. От этого, в общем, конечно, очень многое зависит. Ставят Украину в тяжелое положение. Украина в последнее время, украинское военное руководство, начало произносить всякие цифры, начало говорить о том, что по существу там около 10% запрошенного только они получают от европейских стран. Есть, конечно, проблемы, я тоже не раз об этом говорил, и мы не можем об этом забывать. Есть проблема физического наличия вот этого самого современного оружия, которого оказалось не очень много, надо сказать, в европейских, натовских арсеналах. И все разговоры, кстати, про то, что НАТО какая-то невероятно агрессивная штука, которая накапливала какие-то горы вооружения для того, чтобы угрозить ими несчастные Российской Федерации, все это опровергается еще, к сожалению, и вот таким драматичным образом. Потому что когда потребовались эти горы вооружения, выяснилось, что реально этих гор вооружения нет. Во всяком случае, их нет у Германии. И это сегодня служит довольно большой проблемой, и, я бы сказал, темой для упреков со стороны германских избирателей, скажем, представляющих их интересы германских депутатов, особенно всяких оппозиционных, в отношении германского нынешнего правительства, правящей коалиции и так далее. Они спрашивают, а что это такое? А как это вдруг обнаружилось, что мы такие голые боссы, и что у нас, собственно, особенно и нету ни этих танков, ни этих пушек, ни этих гаубиц, ни этих минометов, ни этих систем ПВО. Что-то у нас не очень на складах с этим хорошо. А оказалось, что да, действительно, действительно не очень хорошо. Это ставит Украину, конечно, в тяжелое положение, потому что Россия тем временем в полном соответствии с моими прогнозами, впрочем, это были несложные прогнозы, их как-то всякий бы более-менее внимательный наблюдатель мог бы сделать, Россия окапывается. Окапывается и окружает собою те куски захваченных, захваченные, вырванные с мясом из Украины земли, предлагая Украине встать в этой ситуации в довольно невыгодную позицию контратакующего, в позицию, а теперь давайте вы налетайте, вы теперь отбивайте у нас эти города, вы теперь бомбите населенные пункты с мирным населением, вы теперь разрушаете свою собственную инфраструктуру, вы теперь добите, а мы будем держать. Конечно, в этой ситуации тот, кто держит, рискует и теряет меньше, плюс проблемы с моральным превосходством, которое, несомненно, на стороне Украины, но которое она может начать постепенно терять, если она окажется вот в такой атакующей позиции. В общем, ничего хорошего, конечно, для этого нет, и постепенно созревает ощущение, что эта война все-таки надолго. И когда, скажем, говорят о том, что российская армия там деморализована, или что российская армия лишена интереса в этой войне, да, действительно, она лишена этого интереса, да, действительно, российские военные совершенно не понимают, за что они там сражаются, а те военные, которые в значительной мере насильственно набраны на территориях ДНР и ЛНР, все чаще протестуют против того, что их используют буквально как мясо, что их абсолютно никто не жалеет, что их гонят под огонь, что их расходуют как такой дешевый расходный, расходный военный материал, то есть с моральной точки зрения ситуация в российской армии действительно очень плоха, но тем не менее, вот уже прошло больше трех месяцев войны, преодолен какой-то важный психологический барьер, кто-то, кстати, отметил недавно, что Украина уже сражается с российской агрессией дольше, чем сражалась, например, Финляндия в 1940 году, вот, и действительно все это начинает принимать такой затяжной оборот, изматывающий оборот, и в этих обстоятельствах поддержка Европы чрезвычайно важна, и чрезвычайно важны оружейные поставки, без которых, конечно, это продолжаться не может, а тем временем, а тем временем, например, из Брюсселя, говорят, что НАТО разрабатывает долгосрочную программу военной помощи Украине, именно многолетнюю, там, на годы вперед, с тем, чтобы перевести ее на западные системы вооружений, и на вот эти вот... И это, с одной стороны, обнадеживает, потому что, таким образом, Украина становится настоящим партнером НАТО, не вступая в это самое НАТО, и как-то постепенно переходя на некоторый новый уровень военной подготовки и так далее, а с другой стороны, это еще один аргумент, еще одно свидетельство того, что, по всей видимости, война будет длиться долго, а это означает, что часть Украины, по меньшей мере, какое-то долгое время будет находиться вот в таком оккупированном состоянии, и это будет создавать бесконечные проблемы, потому что, ну, еще есть одно обстоятельство, которое нужно иметь в виду, а это то, что люди, которые находятся на этих территориях, которые находятся вот в Херсонской области, в Запорожской области, частично в Днепровской области, бывшей Днепропетровской, на вот тех частях Донецкой и Луганской, которые совершенно никогда не составляли части вот этих самопровозглашенных бандитских республик, это население, которое, в общем, совершенно не собиралось становиться российскими подданными, которое совершенно не поддерживало, как мы это хорошо видели, не поддерживало эту оккупацию, не поддерживало это наступление, и на самом деле это будет настоящая оккупационная борьба, в России создаются специальные оккупационные войска, вот 6, по-моему, июня был подписан указ российского диктатора, не хочу называть его президентом, по существу о создании специальных оккупационных войск в составе МВД, они там называются какими-то там силами быстрого реагирования, или что-то там вроде этого, но по существу это оно и есть, это оккупационная полиция, ничто иное, предназначенная для подавления местного населения и партизанских действий, вот зачем они нужны. Российское руководство одновременно демонстрирует, что оно собирается вести некую там долговременную историю на этих территориях, там отправляет Кириенко, Кириенко там строит какие-то ряды, там что-то происходит. Ключевое слово демонстрирует, ты совершенно права, вот самое важное слово в описании этой ситуации это демонстрирует. Мы видим, что это делается чрезвычайно, я бы сказал, на публику, вот вся вот эта езда каких-то кремлевских чиновников бесконечных там выступления, появление там федеральных министров, появление там каких-то губернаторов, которые заключают договоренности о побратимстве между российскими городами, вот этими вновь захваченными мы вам здесь сейчас все замастим, сейчас мы вам тут все устроим, как-то посадим здесь вишневые сады как-то и настроим вам школ, театров и устроим балетные фестивали, все это на самом деле вещь совершенно демонстративная, это то, что должно подготовить вот эту сильную победительную позицию на предстоящих переговорах, как считает Россия о капитуляции Украины, что вот как-то вы хотите разговаривать, окей, надо сказать, что Зеленский все время говорит о том, что он готов разговаривать, но он готов разговаривать на одном только, с одним только условием, что российская армия оставит захваченные, вырванные из Украины земли, а российский ответ вот такой, с помощью вот этих вот демонстративных акций нет, мы тут как-то закрепляемся, мы тут окапываемся, мы тут уже как-то мастим тротуары и нет никаких, не может быть никакого разговора о том, что мы куда-нибудь сейчас откатимся, хотите, отбивайте, вот все время вот этот подтекст здесь существует, хотите атаковать, атакуйте, хотите обстреливать, обстреливайте, начинайте, как-то становитесь, вы теперь становитесь наступающей державой, это тяжелая очень история, и, конечно, надо заметить, что время идет, и время в этой ситуации в чем-то работает против Украины, потому что, ну, как-то многие считают, что близится осень, и европейское население постепенно устает, по меньшей мере устает от угроз, еще на самом деле ничего такого особенно страшного в Европе не произошло, ну, несколько подросли цены там на бензин и так далее, и так далее, и об этом много говорили заранее, и ничего как-то неожиданного в этом нет, и невозможно, например, говорить о том, что, ну, вот, смотрите, мы тут попробовали устроить бойкот российской нефти и газа, и из этого ничего не получилось, ну, потому что для начала ничего еще не устроили, еще, собственно, ничего не произошло, нет никакого бойкота, есть в некоторых случаях снижение поставок нефти, все кроме трубопроводной нефти прекратилось, прекратились поставки нефти морем там и так далее, но по существу это еще очень далеко от эмбарго, и для того, чтобы говорить о том, что эмбарго не состоялось, или что эмбарго оказалось вредным, или что эмбарго оказалось слишком тяжелым по своим последствиям, хорошо, чтобы оно произошло, Может быть, можно сказать, что эмбарго и реальные жесткие санкции просто не то, что не состоялись, а оказались невозможными, не существуют. Они еще не оказались, они, несомненно, еще не оказались, другое дело, что появились всякие альтернативные идеи, например, как я понимаю, все большую силу набирает представление о том, что, может быть, более эффективным окажется не запрет на продажу, а назначение довольно существенной пошлины, такого специального налога на покупку энергоносителей энергоносителей из России с тем, чтобы средства от этого налога отправлялись прямиком в Украину, а кроме того, чтобы таким образом не возникало ненужного роста цен на нефть и газ, потому что если просто договориться о том, что его больше никто не покупает в России, а нужно покупать его где-то в других местах, в этих других местах он немедленно подорожает. Они, точнее, нефть и газ, оба несомненно люди, которые там, в этих других местах, эти альтернативные поставщики, которые это делают, они, несомненно, воспользуются этой ситуацией, они же тоже не дураки. И они попытаются на этом на этом тоже сорвать, так сказать, свой свой выигрыш. Вполне вероятно, что более эффективная возможность это переход вот на такие отношения, связанные с специальной пошлиной, как бы со срезанием дохода, вот того дохода, который теоретически могла бы получить Россия от продажи своих углеводородов. Пожалуйста, покупайте, кто хотите, но доход этот окажется существенно меньше, потому что часть этих денег будет отправляться куда-то. Возникает вопрос, может или не может себе позволить Россия отказаться от торговли на таких условиях. Предположение заключается в том, что нет, не может отказаться, потому что не может остановить эту добычу и наступит в какой-то момент критический момент, критическая ситуация, в которой хранилища российского газа окажутся заполнены, трубопроводы окажутся заполнены, а прекратить добычу невозможно, это чрезвычайно опасно и чревората очень тяжелыми и долгосрочными последствиями, и по всей видимости Россия будет обязана, будет вынуждена торговать своими углеводородами и на этих условиях с большой пошлиной тоже никуда в этой ситуации она не денется. Ну, во всяком случае, вот все больше и больше, все чаще и чаще об этом говорят экономисты, об этом говорят такие серьезные международные эксперты, что это более эффективный подход, более эффективная история. Есть еще несколько внутренних сюжетов российских, я хотела перейти к ним, если только не хотел что-то еще добавить сейчас. Нет, я хотел перейти к теме, которая мне представляется очень важной, к вчерашней новости о завершении громадной международной юридической эпопеи о суде, о деле в Европейском суде по правам человека. С 13-го года тянулось колоссальное дело, больше 70 различных организаций подали и подавали все дальше и дальше, как бы присоединялись к этому иску, подавали против России иски в Европейском суде по правам человека в связи с законом об иностранных агентах. И решение по этому делу давно ждали, и решение по этому делу принято, и это решение полностью на стороне этих заявителей. И очень многие сейчас концентрируются на том, что ну вот заявителям этим организациям назначили штраф, Россия должна выпить этим штраф, по 10 тысяч евро, это в общем совсем незначительная сумма, да и Россия несомненно сейчас откажется это платить, вот уже там Дмитрий Песков заявил о том, что Россия в гробу видала это решение и платить ничего не будет. Нет никаких сомнений, что этот штраф, эта выплата, эта компенсация, которая присуждена европейским судом, не является целью этого дела. На самом деле не за эти 10 тысяч они сражались. Они сражались за чрезвычайно важное решение, которое объявляет принципиальную невозможность, принципиальное противоречие мировым законам, мировому праву всего комплекса российского законодательства об иностранных агентах. Ну вот как-то есть люди, которые немедленно задают вопрос, а должна ли Россия, которая приняла решение о том, что она не будет уважать и исполнять решение европейского суда, должна ли она вообще подчиняться этому решению? Да не имеет никакого значения, подчинится Россия или не подчинится, признает она или не признает. Факт этого решения является гораздо более важным, потому что это, так сказать, элемент мировой системы права, который еще раз доказывает, что Россия выпала из этой мировой системы. И этот документ, вот это решение европейского суда, это чрезвычайно важный элемент, который ляжет теперь в огромное количество разных досье, всяких трибуналов, которые в конце концов России предстоят. Предстоят России, предстоят людям, которые поставили Россию вот в том положении, в котором она сегодня находится. Потому что у этих в целом безграмотных, в целом неправосудных, в целом бесчеловечных, в целом разрушительных, в целом оскорбительных, в целом лицемерных законов есть исполнители, есть законодатели, которые это принимали, есть эксперты администрации президента, которые это сочиняли, и они оставляли на этом, так сказать, свои отпечатки пальцев. Есть судьи, которые судили по этим законам, есть чиновники Министерства юстиции, которые принимали решения и наполняли своими решениями вот эти списки иностранных агентов. Все эти люди, все эти учреждения, все эти администрации, все это существует. И все эти люди объявлены сегодня нарушителями мирового закона, мирового права. Им всем сказано, все, что вы придумали в связи с этой историей про иностранных агентов, это все ваше профессиональное преступление, и вы за него будете отвечать. Ну, знаешь, вполне возможно, что многие из этих людей, о которых ты говоришь, они уже как бы должны отвечать за что-нибудь еще. Но они отвечают еще не так. И фигурируют еще в каких-нибудь сюжетах. Они еще не в курсе того, за что в точности им предстоит отвечать. И не так много существует ситуаций, в которых некоторое наше общее представление о том, что Россия вообще нарушила все законы, какие есть. Россия вообще в целом поставилась вне закона. По меньшей мере, с четырнадцатого года. Вот Россия, как аннексировала Крым, вот с тех пор она, в общем, выставила себя за пределы мировой юридической системы, нарушив все, что только можно нарушить. И уж тем более нарушила это, окончательно подчеркнула свое наплевательство в отношении мировой правовой системы 24 февраля 2022 года, когда вторглась с оружием в руках на территорию иностранного суверенного государства и начала отрывать от него куски. Какие уж тут законы. Но не так много, тем не менее, ситуаций, когда вот это написано на бумаге. Вот это принято некоторым международным органам по всей процедуре. Это рассмотрено глубоко и внимательно, может быть, слишком глубоко и слишком внимательно. И основные претензии к Европейскому суду в этой ситуации заключаются в том, что они с тринадцатого года тащили это дело. Нужно тащили. В конце концов, они это сделали. Они всегда все долго тащат в этом. Нет ничего странного. Ну да, но здесь все-таки это был какой-то достаточно вопиючий момент. И надо сказать, что даже если говорить там о компенсации, которая, несомненно, носит символический характер, которая носит характер признания, характер некоторой такой медали. Здесь мы должны помнить, что существует довольно большой объем российских, когда-то российских, а больше не принадлежащих России, заблокированных отобранных у России средств из золотовалютного резерва, которые, что называется, так сказать, зарезервированы. В частности, вот под такие случаи. Необходим какой-то международный инструмент, какой-то международный орган, который будет распоряжаться этими деньгами и использовать их в том числе и вот для выполнения такого рода решений. Я абсолютно уверен, что это будет сделано. И мы увидим огромное количество решений, про которые Россия будет говорить, что она им не подчиняется, которые, тем не менее, будут реализованы за счет этих денег. Другое дело, что огромное количество этих организаций больше не существует. Они распущены, они ликвидированы, они самоликвидированы с судом, без суда и так далее. Но, например, что очень важно в этом решении, это то, что суд не принял этот аргумент, что этой организации все равно больше нет. Что там судить? Ну, нету и нету. Умерла, так умерла, забыли. Нет, сказал суд. По-прежнему это организации, эти люди, которые ее создавали. И эти люди, которые были, чья, так сказать, профессиональная жизнь была этим нарушена, а потом разрушена, люди, которые понесли вот эти совершенно несправедливые обвинения, они должны получить свой вердикт, они должны получить свое свидетельство о том, что они были правы и свою компенсацию, пусть небольшую. Это, кстати, очень важное и такое принципиальное решение Европейского Суда по правам человека, который отказался учитывать вот это обстоятельство, существует организация или нет, распущена она, ликвидирована или не распущена, или не ликвидирована. Все началось там еще с голоса. Помните, когда-то был такой голос, который занимался наблюдением за выборами и выявлением разного рода избирательных нарушений. Их давно нет. Они давно уже превратились там сначала в какую-то организацию без регистрации. Их и в этом качестве, кстати, назначили иностранным агентом. Но, тем не менее, вот теперь они получили свое решение, они получили свое подтверждение. И как-то и наблюдать. Наблюдать уже не осталось. Да и наблюдать осталось более-менее незачем. Но справедливость в этом смысле восстановлена. И это начало длинного процесса. Вот так нужно к этому относиться, на мой взгляд. Как к началу длинного процесса восстановления справедливости. Как к началу некоторого длящегося исторического события, которое будет заключаться в том, что Россия, нарушившая огромное количество международных законов и в целом поставившая себя вне международного законодательства, должна будет получить свои вердикты, получить свои решения и расплатиться за эти поступки своего диктатора и тех, кто этого диктатора поддерживает. Вот. Есть еще один сюжет. Хочу успеть спросить тебя, подожди, хочу успеть спросить тебя про Алексея Навального и про то, зачем его переводить из тюрьмы в тюрьму и ужесточать фактически его условиям? И зачем производить вообще непонятные такие действия? Для того, чтобы мы за него больше боялись и для того, чтобы он и его соратники почувствовали, что они никого больше не интересуют. Я думаю, что важнейшая часть этой операции заключается в том, что вот Навального перевели в эту страшную пыточную тюрьму, а никто не вышел на улицу, никто не сжег себя на центральной площади. Всем наплевать. На самом деле, разумеется, никому не наплевать. Я думаю, что огромное количество людей, миллионы людей в России понимают, что Путин взял заложника, которого он может убить в любую секунду. И речь идет именно об этом. Ему ничто не сделает. Он уже убил столько миллионов человек в Украине, точнее сломал их жизни, выгнал их из дома, а убил такое количество тысяч своих солдат, чужих солдат, своих мирных жителей, чужих мирных жителей, что ему еще одна душа, еще одна человеческая жизнь совершенно, в общем, так сказать, не сложна. А тем временем, люди, которые работали вместе с Навальным, продолжают работать и делают чрезвычайно важные вещи. И мы знаем, что именно они взяли на себя ответственность и сделали колоссальный объем работы, создав вот эти самые списки 6 тысяч негодяев, и эта работа продолжается, списки эти уверяются, и списки эти своим чередом идут к исполнению. Они постепенно продвигаются в европейских организациях к тому как бы состоянию, в которых они глава за главой, раздел за разделом будут реализованы. И люди, которые обнаруживают себя каждую, по-моему, вторую пятницу, когда публикуется очередное дополнение, обнаруживают себя все больше и больше в этих списках, должны понимать, что они несомненно по этим рельсам едут в сторону санкций. А как применять сегодня санкции, мир более или менее уже наловчился. Существует целая, так сказать, большая система отлавливания разного рода обходов этих санкций, выявления собственности, блокировки этой собственности. Почитайте то, что пишут каждый день по поводу разного рода, скажем, недвижимости, которые блокируются. Вот последние новости. Это довольно большая группа людей, чья недвижимость была заблокирована в Черногории. Казалось бы, такое милое место, которое, в общем, даже и не Европейский Союз, и непонятно, как до него дотянуться, и вообще кому там особенно есть дело до этой маленькой Черногории? Нет, нашли и там. И нашли там вполне, так сказать, наших с вами хороших знакомцев, людей, которые заслужили, чтобы именно таким образом обстояло дело с их недвижимостью. В общем, короче говоря, эти люди продолжают работать. И существует, ну, существует какой-то негласный договор, как я понимаю, между ними, что они не оборачиваются на то, что Алексей находится в заложниках, что Алексей оказывается во все более и более тяжелом физическом смысле. Мы можем себе представить, что такое существование и в той колонии, в которой он уже был, в этой самой колонии во Владимирской области, и в том пыточном учреждении, в котором он оказался вчера, и откуда он уже как-то подал голос и подтвердил, подтвердил, что он там, речь идет о бесконечных систематических, рутинных, постоянных, ежедневных физических мучениях, о том, что человеку не дают есть, что человеку не дают спать, что человека содержат в гигиеническом смысле, в условиях совершенно чудовищных. Вот он там в шутку писал про то, что его едят комары. Представьте себе, что происходит с человеком, у которого нет возможности никаким нормальным образом, как мы все с вами. От этого защититься. Закрыть окно, открыть окно, повесить сетку, помазать себя какой-нибудь химией, я не знаю, поставить какой-нибудь прибор, который все это отпугивает. Ничего этого у него нет. Круглые сутки, 24 часа в день. Это бесконечная пытка, которой он подвергается. Но люди, которые продолжают делать свое дело, они это дело делают, несмотря на это. И я думаю, что они это делают, так сказать, с одобрения Алексея, с благословения Алексея и благодаря его мужеству. Потому что он в этой ситуации, конечно, мог бы сказать им всем, все, сидите тихо как-то, пока я тут, как-то давайте как-то сделаем вид, что нас всех больше не существует, пока меня отсюда не выпустят живым, а там мы посмотрим. Но этого не происходит. Это чрезвычайно важная вещь. И это вот такой вот ежедневный подвиг, ежедневное мужество, которое мы с вами наблюдаем. Что ты хотел сказать? Я тебя перебила, торопясь спросить про Навального. Что, что, что? Прости. Я говорю, что ты хотел сказать? Я тебя перебила, заговорив про Алексея Навального. Да нет, я, собственно, и собирался перейти именно к этой теме. Знаете, из тем, которые еще, мне кажется, стоят того, раз уж у нас осталось время, чтобы они вошли в эту программу. Я здесь вернулся бы немножечко назад к европейским делам и вспомнил бы о том, что в минувшее воскресенье прошел первый тур парламентских выборов во Франции. Мы с вами наблюдали очень напряженно, так сказать, и очень заинтересованно за президентскими выборами. Собственно, всего несколько недель тому назад, когда Эммануэль Макрон после, собственно, всех своих вот этих мучений и ставок, которые он сделал на свое участие в сложнейших европейских дипломатических и военных проблемах, выиграл такие выборы у Марин Липен в очередной раз. Но вот сейчас произошло то, о чем очень многие говорили, как о возможности реванша, который могут взять у Макрона. Произошли парламентские выборы. Вообще французская политическая система устроена таким вот, я бы сказал, довольно рискованным образом, когда подряд за президентскими выборами следуют парламентские. Французы уже как-то начали к этому привыкать, к такой системе. Выборы французские двухтуровые. Там, надо сказать, довольно стройная и довольно ясная система. В первом туре очень немного депутатов получают такое могучее преимущество, чтобы сразу получить мандат. Вот из 577 мест во французском парламенте, если я правильно понимаю, только пять человек выиграли сразу в первом туре. А все остальное определится в следующее воскресенье. И речь идет о том, что разрыв между двумя главными конкурентами, между, собственно, партией Макрона и новым политическим образованием, в которое объединились вообще все левые, какие во Франции есть. Левые, крайне левые. Называется новая левая популярная экологическая социаль. Новый народный союз социально-экологический. Вот примерно так я бы это перевел. Там в одну кучу и социалисты, и коммунисты, и крайние леваки, и такие, всякие, всякие. Они набрали довольно много. Они набрали 25,66 процента. Чуть-чуть, буквально на несколько сотых отстав от президентского партийного образования, Макроновского, которое набрало 25,75. В данном случае вот эти правые экстремистские силы во главе с Марин Липен оказались с большим отрывом, далеко сзади. И, в общем, никто особенно их не читает. Но сейчас речь идет о том, получит ли Макрон большинство в будущем парламенте. Это определится в следующее воскресенье, вот в этом самом втором туре. Ну, вот в ближайшее, которое через три дня наступит это воскресенье. Скорее всего, ему не хватит чуть-чуть. Ему не хватит нескольких голосов до того. Ну, вот таков прогноз большинства французских аналитиков. Ему не хватит нескольких голосов для того, чтобы его партия сама собою имела большинство в парламенте, а значит назначал премьера-министра, а значит формировал правительство. Но, по всей видимости, он довольно легко получит эти недостающие несколько голосов, договорившись с одной из более мелких фракций. И в результате не возникнет ситуации, в которой ему придется сосуществовать. Есть такой французский термин, очень, я бы сказал, фирменный для французской политики, коабитацию, сожительство сосуществования, когда президент как бы из одного, из одной части политического спектра, а премьер-министр есть противоположный. Не будет такой ситуации, в которой он, будучи более-менее правым политиком или там правоцентрическим политиком, должен будет унизиться до того, чтобы назначить премьер-министром Жан-Люка Меланшона, который один из самых крайних левых таких популистских политиков во Франции. Этого, по всей видимости, не произойдет, потому что необходимые голоса партия Макрона все-таки раздобудет. Вот это тот риск, который он взял на себя, и это, несомненно, то, что будет давить на него на протяжении ближайших месяцев и лет, и что, несомненно, тоже сыграет свою роль в украинских делах. Да, Макрон будет действовать в том числе, исходя из своей внутренней ситуации, заботясь о том, чтобы вот это достаточно зыбкое большинство, которое, кажется, он все-таки получит в результате этих выборов, при помощи других партий, других фракций, других коалиций и так далее, и так далее, чтобы оно все-таки сохранялось, понимая, что, в общем, достаточно относительно небольшой, так сказать, волны, чтобы она перехлестнула через этот борт и утопила его лодку и поставила его в крайне неприятное положение вот этого самого сожительства со своим политическим противником. Да, в ближайшие дни мы уже увидим, как развивается этот сюжет. Да, вспомним, что есть еще какие-то темы, кроме одной, самой важной для нас. Спасибо большое, это Сергей Пархоменко, программа «Особое мнение», Ольга Бычкова была с вами. Спасибо всем, кто нас смотрел, ставьте лайки, не забывайте это делать. Спасибо, всем пока.